Здравствуйте, примите пожалуйста ориентировочку, возможно водитель нетрезвый, есть подозрение проверить бы его Автомобиль Toyota Camry черного цвета, грязная, едет без света, 3-4-1 цифра Уже заставу проезжаем, в сторону центра, он никуда не вернулся, мы едем в сторону центра, он уже сейчас заставу проехал Да, мы в сторону центра двигаемся, в сторону, получается, Бреханова Давайте на связи, может быть вы ориентируете экипажи Подождите, постойте, алло Вообще видно, что он в говно Вот в дежурную часть мы звоним, уже хер знает сколько, мы человека успели сопроводить в центр до Мариотта отеля и обратно, через весь город Вот так у нас работает служба ГИБДД, мы по-любому поедем, будем его ждать Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба, досмотрите этот сюжет до конца Это очень важно Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан Поставить палец вверх, написать комментарий Желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео Знакомьтесь Он вообще видно, что он в говно А теперь подробнее о ситуации, которая сложилась недавно Было подготовлено обращение от моего имени командиру батальона УБДПС ГИБДД по городу Воронеж Подполковнику полиции Рыженину Виталию Владимировичу 28 декабря 2019 года, примерно в 22 часа 10 минут По адресу Московский проспект 171-Б, ресторан «Принц» Нами был выявлен водитель с признаками опьянения, шаткость походки Который вышел из ресторана и направился к автомобилю Toyota Camry, госномер Рита 341, Харитон Татьяна 36 Начал движение бесключенного ближнего света и габаритных огней Мы приступили к преследованию Я незамедлительно позвонил в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-6072 И сообщил о водителе с признаками опьянения Также сообщили марку, цвет и цифры госномер автомобиля Дежурный принял информацию и положил трубку Алло Здравствуйте, примите, пожалуйста, ориентировочку Возможно, водитель нетрезвый Есть подозрения, проверить бы его Едем сейчас по Московскому проспекту в сторону МП Скоро будет уже военный городок остановка Автомобиль Toyota Camry черного цвета Грязная, едет без света 341 цифра 341, да-да-да-да-да Грязная Вот сейчас подъезжаем уже к остановке военный городок Никакой погони, едем спокойно Есть ощущение, что он нетрезвый Вот смотри, как он ведет тебя, да? Ужасно, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Через некоторое время, примерно 5 минут Я дозвонился снова этому дежурному И сориентировал о месте нашего положения И попросил дежурного оставаться на связи Для ориентирования экипажа и скорейшего задержания данного водителя Но дежурный проигнорировал мою просьбу и положил трубку В этот момент мы находились на заставе по направлению к отелю Мариот Алло Слушаю вас По поводу пьяного водителя, о котором я сообщил Мы заставу сейчас проезжаем в сторону центра Уже заставу проезжаем В сторону центра Он никуда не вернулся Мы едем в сторону центра Он уже сейчас заставу проехал Да, проехал заставу Да, мы в сторону центра двигаемся В сторону, получается, этого Блихатов Все, ясно, спасибо Давайте на связи, может быть, вы ориентируете экипажи Подождите, постойте Алло После этого я пытался дозвониться на протяжении большого промежутка времени до дежурного Совершив около 40 звонков Но мои попытки не увенчались успехом В тот момент у меня возникли подозрения Что водитель Тойота является сотрудником полиции И, видимо, дежурный решил отмазать своего коллегу От возможного привлечения к ответственности за пьяную езду В итоге водитель Тойота от ресторана «Принц» доехал до отеля «Мариотт» И вернулся обратно в ресторан «Принц» Забрав у отеля пассажиров Давай, давай, мчи Вы меня принимаете? А, принимает, принимает рация Тогда выключите Все, я тебя принял, в авто вазад Все, включите Женик, в авто вазад Ага, все, приняли Мы повернули уже, двигаемся прямо Проезжает светофор, втопил немного По Фридриху он едет По Фридриху едем Он втопил Я не знаю, что нас рисовал Просто вот, манер вождения пьяна Да не волнуйся, я все и патролирую Куда, блин? Антоха, мы едем по Фридриху Он останавливается Повернули перед зданием На чердаке На чердаке поворот вправо Он сейчас приедет машину поставить И все Да, он поедет по-любому обратно А да он потом, он поймет Он за людьми что-то поехал Он еще не знает, что за ним подъедет Мне кажется, и знает Да, если бы он знал бы У него манера вождения Как у пьяных вошли Да, да, виляет, виляет Да, подтверждаю У него манера вождения Как раз вот такая вот То уискоется, то медленно ехать У пьяных вот такая вот манера Ну и туда же он сейчас и приедет Кучейки Срезал пацана А сейчас Видели, видели А я еще раз на разворот уйду Он вообще видно, что он в говне Видно, что он в говнище С экипажем, конечно, опрокинули Вот так вот у нас Экипажи вот так реагируют Вот в дежурную часть мы звоним Уже хер узнать сколько Мы человека успели сопроводить В центр до Мариотта отеля И обратно Через весь город Ехало Вот так у нас работает служба ГИБДД Мы по-любому поедем, будем его ждать Вот так все 39 звонков Где у нас тут? Я думаю, вряд ли он тебя срисовал Да не срисовал никого Он в жопу Никого Он даже нас не срисовал 39 звонков 39 Мы его от принца вели Да, да, я вас принял Мое удивление не имело границ Как так могло получиться, что водитель с признаками опьянения За такой большой промежуток времени и километров Не был установлен сотрудниками полиции Спустя 30 минут после того, как водитель вернулся И припарковал свой автомобиль Toyota у ресторана Я обнаружил на противоположной стороне дороги неподалеку от ресторана Экипаж ДПС Я подъехал к экипажу и поинтересовался Объявлял ли дежурный по рации о принятии мер к задержанию автомобиля Toyota Camry 341 Сотрудник ДПС сообщил мне, что такой ориентировки не было То есть дежурный фактически позволил уйти от ответственности своему коллеге Более того, на протяжении долгого времени осознанно не брал трубку, когда я звонил Было совершено более 40 звонков, длительностью при которой происходил сброс с той стороны Хорошо его рожью еще запечатлели Так и он едет Вот так мы охрененно дозваниваемся Сегодня идеальная просто смена для алкашей Смотри, смотри, чувак Смотри, он срисовывает нас, стоит Сейчас скажешь Тут какой-то большой банкет С другой стороны тут очень много народов, поэтому может быть и не один он такой А на руке что-то записи Приняли 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 Субтитры сделал DimaTorzok Они похудел сегодня и не хотят вообще работать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приняли обращение от пьяного водителя И как номера назвали, сориентировали, повесили трубку Ну и в общем после этого мы дозвониться до них не можем Наталкивает на такие вот подозрения Что автомобиль и водитель им очень знаком Поэтому такая реакция Никакой реакции Бездействие на лицо Нахрен нужна такая полиция Вот сбросили Сколько мы тут уже? Здесь 40? Еще здесь 40 Это вот где нам дозвонили сразу, потом не брали И там вообще оттасы, вообще просто оттасы И после этого мы не брали по сотрудку В общем, дорогие друзья, вот наглядный пример Бездействия, халатным преступлением Бездействия со стороны сотрудников ГИБДД Именно дежурной части Значит, что мы имеем? Мы имеем, понятно, по нашим данным По тому, что мы видели У этого гражданина, у этого водителя Имели все признаки опьянения Как он ехал? К сожалению, доказать мы этого не можем Но налицо халатность Мы весь город проехали до Макс-отеля Он там забрал пассажиров И обратно сюда в Принц На другом конце города Что в этой ситуации делать? Скажите, пожалуйста Как наше руководство ГИБДД будет с этим разбираться? Какие действия, меры предпримет? Это ненормально, так не должно быть Вы понимаете, что вы не оставляете нам выбора Мы будем брать на себя функции Сотрудников полиции, дорожно-патрульной службы Вы хотите, чтобы мы останавливали и задерживали Таких граждан, таких водителей? Вы этого добиваетесь, вы этого добьетесь Примите меры, чтобы не было у нас никаких негонок Сегодня у нас не было негонок Мы спокойно его ввели, он даже не заподозрил Вот если будет вот так, как сейчас есть Нам придется принимать меры И до добра это точно доведет Если будете все реагировать, как полагается Негонок, никаких задержаний гражданских не будет Будут все делать сотрудники полиции Понятно, под пристальным нашим вниманием И под нашим контролем Поэтому у меня огромная просьба к руководству Обратить на такую проблему, как реакция со стороны дежурного Потому что, допустим, были другие мероприятия И дежурный в ГАИ совершенно по-иному реагировал И все было так, как нужно Останавливали Да, были иногда тупники Но сегодня это верх тупников всех, которые только могут быть Поэтому у меня огромная просьба разобраться И сделать так, чтобы была молниеносная, мгновенная реакция На сообщения о пьяных водителе Это потенциальный убийца за рулем В итоге, спустя несколько часов Данный водитель уехал на такси И оставил свой автомобиль у ресторана 29 декабря в 2 часа 28 минут Я дозвонился до дежурной части Но взял трубку другой дежурной Я попросил его передать телефонную трубку тому дежурному Который принимал от меня ориентировку Но вместо этого он сделал вид Что мне плохо слышно и положил трубку После этого я также не смог дозвониться до дежурной части ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня дежурная отказывается работать вообще В ГИБДД сегодня выходной решили сделать Какое сегодня у нас число? 29 декабря, воскресенье 2 часа 28 минут ГАИ сегодня отдыхает Дежурная часть, да, это вас страшно Здравствуйте, скажите, пожалуйста Ориентировку сегодня оставлял по Toyota Camry 341 Вам оставлял, правильно я понимаю? Да нет, не могу А скажите, можно услышать дежурного? Которого, который сегодня принимал ориентировку Я понял, что вы не разговаривали Дежурный, который со мной Вы слышите меня? Вы слышите меня? О, алло, алло, слышите Ты посмотри, как алёкает Ну, понятно? Слышно меня плохо Прикинулся дурачком тут Слышно там было хорошо? Да, Танюш? Да Ты посмотри, какой Алло, алло, алло Как так? А что, так можно было, да? И не возьмет трубку Я все равно выясню, кто сегодня работал Службу нес Что, трубку уже все брать не надо, да? А зачем? А зачем? Лучше сбросить правильно Сейчас смотрим Через сколько сбросим Считаем Отчет пошел Звоните, люди добрые Пьяного водителя поймать Запросто Что-то случилось Запросто Звоните, обращайтесь К доблестным сотрудникам ДПС В дежурную часть ГИБДД На Обручево Они вам всегда помогут Вот Проще сбросить телефон Но мы сейчас еще раз Мы же настойчивы Мы так просто не сдаемся, да? Сука, у меня зла не хватает просто И как можно вообще заниматься нашей деятельностью При вот таких вот дежурных Когда они вот так вот Смирят Да никак Рейд у нас сегодня Обломался Не поймали, вот я никого А могли Скотина Вон экипаж Экипаж Но нам экипаж Не нужен Он когда вот нужен Его нет Неужели у дежурного столько много звонков сегодня ночью Что он взять эту Этот телефон не может, да? Мне кажется, он просто отказывается сегодня работать Ему нужно было просто каким-то образом соскочить Чтобы дальше со мной не продолжать работать Потому что чувствует, что накосячили Эти п*** просто слили нас Поэтому мы не поймали Смотрите, он сбросил Ничего, мы настойчивы Мы же, конечно, продолжим звонить Вот такая Непойманная Может, каким-то образом Вот так окажется Когда-нибудь в жизни Что собьет Родных Такого ушлепка Который Так реагирует Ну, вы понимаете О чем я говорю, да? Не дай бог, конечно Но такое может случиться И он потом подумает Блин, зачем я слил? Почему я так реагировал? Ну, вот тут просто нахрен ничего не надо Что, мы будем дозваниваться Мы сейчас с тобой идем Походу, дело в черный список Если, наверное, да? Давай, что я вам делю Сейчас мы наберем с другого телефона 269 60 72 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таких сотрудников гнать поганой метлой В шею Чтобы таких больше не было В дежурной части На следующий день нам удалось выяснить фамилию и имя водителя Toyota Им оказался Меремьянин Андрей Который является сотрудником ДПС И работает в 53 кабинете На улице Обручева Он оформляет ДТП Наши догадки подтвердились О том, что мы преследовали сотрудника ДПС И дежурный узнал его автомобиль Поэтому не объявил его в ориентировку 16 января 2020 года Мы пришли на работу к Меремьянину И спросили про эту ситуацию Он пояснил, что не выпивает алкогольные напитки Так как у него проблемы со здоровьем Наш человек сказал, что Меремьянин Андрей Сотрудник ДПС Находится сейчас на рабочем месте И мы едем туда Мы уже приближаемся Мы хотим подтвердить Не просто, чтобы это было голословно Мы предположили тогда Почему такая реакция была со стороны сотрудников полиции Что ее не было, мы не могли дозвониться Ну, в общем, вы сами видели прекрасно Чтобы это было не голословно Мы вам покажем, что действительно человек служит в ГАИ И все, кто был задействован в этом мероприятии Дежурная часть, сотрудники ГАИ, которые там получили ориентировку Почему они бездействовали Просто потому, что это их сослуживец И все прекрасно поняли Ну и посмотрим, что нам вообще на наши вопросы Ответит замечательный Меремьянин В кавычках замечательный Будем посмотреть Расклад такой Сейчас хотим сделать маленький эксперимент Значит, сейчас Антоха заходит туда, 53-й кабинет и говорит Чья Камри? Задаст вопрос Ну, собственник должен будет ответить Конечно же, моя Это наш замечательный Андрей Меремьянин Значит, он скажет, что Я немножко притер вашу машину Посмотрим на его реакцию Ну и, соответственно, мы подтвердим, что это действительно Он на ней ездит и управляет Ну, в общем, мы дальше посмотрим, что дальше получится Короче, пальцы вверх И пишите комментарии, в общем, что вы думаете Как развернется дальнейшее событие Вообще, развернулось это событие Прям вот внизу, вот там вот Прям вниз, вниз, вниз Лег, приоткрой окошечко И как раз тебе будет здесь видно Вот теперь видно Все, на старинном машине ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, я просто останавливался, там надо чуть плохо сработать, камни ударить. Сейчас? Ну да. А наиска? Сейчас быстро. А на быстро? А блеска, я не знаю, что не сработало. Будет быстрее. Ну, короче, ну притёр нормально. Ну ладно, подальше, я подержу. Не, пускай стоит, пока не убирать не надо. Не надо? Всё, она здесь стоит, конечно. Сейчас на форму. Ну, а ты меня не против? Сейчас посмотрим. А-а-а. Не, да и всё, нормально. Транфель не слышно не брать. А мне объяснили, надо брать, потому что я его не буду. Ну ладно, пойду покурю, покурю. Ну да. Вот так вот. Да ладно, ладно, сейчас... Давай. 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 Давай что? Выдумаешь? Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Андрей! Мерильянин, да? Что вы там такое? Ваш автомобиль, да? Да. Ваш автомобиль, да? Скажите, пожалуйста, 28 декабря Принц Что там? Отдыхали? Да я уж не помню, что такое Ну-ка, в таком состоянии, конечно, можете не помнить В каком состоянии? Ну, у нас было подозрение, что вы находитесь в состоянии опьянения И от Принца вас до Мариот-отеля сопроводили и обратно Мне нельзя упивать вообще-то Вам нельзя упивать, я в курсе Вы на дороге раньше работали с сотрудниками дорожной патрульной службы Да Верно, да? И у вас вы как бы ушли с дороги на более легкую работу, верно? Да, да, да Так вот, у вас имелись признаки опьянения И случилась такая ситуация, что мы позвонили в дежурную часть Сообщили об этом И таким стечением роковых обстоятельств Получилось так, что дежурная часть после этого не брала трубки Ни один экипаж вас не остановил на протяжении всей дороги Да этого не было, что? Не было? А если мы вам покажем, вы посмотрите сюжет наш Видео Как меня останавливают, или что? Нет, нет, нет Как раз вас не остановили Мы ехали И случилось что? Случилось что? У вас имелись признаки опьянения Это кто это говорит? Вы не придумываете, народ Не придумаю, да? То есть этого не было? Ну, конечно Вам никто не сообщал? У вас есть знакомые, которые вам могли об этом сказать? Например, в дежурной части Да мне никто не сообщал, поэтому я вам это и объясняю Конечно Никто не сообщал? Ни дежурный? Нет, нет Не было такого? Нет, можно закрыть Но самое главное, наши, так скажем, догадки были подтверждены тем, что вы действительно Какие догадки? Мы даже не знали, что вы... А я и не прячусь Я служу здесь и служу Служите дальше Да Но только самое главное, за рулем не выписывается, конечно? Нет, конечно Не будете Я этими делами не занимаюсь У меня дети маленькие За рулем не выписываются У нас у всех дети Вот Тем более, посмотрите, где я работаю Я вижу и знаю, что случается из-за этого Да, но тем не менее, сотрудники позволяют многие себе Ну, многие позволяют, наверное Поэтому говорить о том, что... Они уже не работают, кто позволяет Поэтому позволять это нельзя Некоторые работают Вы фонарем не светите в лицо У нас больше вопросов нет Почти нет До свидания До свидания Выводы делать вам Но ситуация была такова, что Его действительно никто не остановил На протяжении всей дороги Как так вообще выходит? Человек может иметь признаки опьянения Двигаться по дорогам общего пользования До центра и обратно То есть через весь город Его ни один экипаж не остановил В общем, много но Много совпадений Много непонятного Но выводы в ремонт Что делать вам Мы все прекрасно понимаем Что там было на самом деле И какое состояние было Ну, установить этого не можем, к сожалению Ну, печать А не будет урок На будущее Я думаю, он знает Но у меня остался один вопрос Если он не выпивает То почему он оставил свой автомобиль У ресторана до 30 декабря И уехал на такси Очень важный вопрос Прошу установить фамилии дежурных И привлечь их к дисциплинарной ответственности Прошу провести работу С личным составом В дежурной части И с сотрудниками ДПС В целом О недопущении подобных ситуаций И принятии мер К задержанию водителей С признаками опьянения При обращении гражданских лиц По телефону дежурной части Или личном обращении К сотруднику полиции Также прошу донести До личного состава информацию О недопущении ситуации Пьяного вождения Среди сотрудников ДПС Прошу держать На личном контроле Недопустимость пьяного вождения Среди сотрудников ДПС Пьяный за рулем Убийца Значит, смотрите Значит, около 40 звонков Дело в том, что Несколько звонков Первые Которые были Они прошли Когда, видимо, Они поняли на второй звонок Что вспомнили Чая-то машина После этого Звонки все прекратили Мы подъехали к принцу И когда подъехали Остановились Спустя прям минут 5 Выходит два человека Один из них Вот как раз Вот этот беремен Тогда еще не завтра Такой Значит, выходят Идут Ну, по всем признакам По походке По манере Даже когда мы увидели трезвым Мы не можем Уближать, что это зовут Умел признаки Так вот Это два раза человека Даже по мини-диалица Это даже можно сказать Когда я звоню В 2 часа 30 с чем-то на минуту Дозвониваюсь в дежурную часть Вы представляете, сколько я звонил И в 2 часа 30 с чем-то Я дозваниваюсь И там есть Человек дежурный Берет другой Трубку И он говорил, что Ни он не принимал Я говорю, а кто принимал Вас что-то плохо слышно Оп И все сбросил Это мы разберемся Я вас даже попрошу Чтобы вы написали заявление Вот я попрошу вас И чтобы мы именно разобрались И с дежурным Как он принимал Вот это не очень интересно Я не первый год Говорит взаимодействие Правильно? И не первый год Вам оказана помощь При таких фактах Сколько роликов То есть где Абсолютно согласен Он не вытягивает Он ему сказал А там кнопка старт-стоп Он сказал заглушить Он сказал заглушить двигатель Скорость выключите Пожалуйста И машину заглушите Пожалуйста Он сказал Предоставьте документы Он на меня опускал Его остановили Ну тебе добрый Водительское удостоверение Для меня это было очевидно Что сейчас поедет Давай-давай-давай-давай-давай Я как потом Сейчас уже нельзя понял Инспектор В принципе Просто разрешил Таким образом Своим бездействием Потому что ему нужно было что сделать Ему нужно было вытянуть Так вот это был 12 января То есть это вот Все записи имеются Рапорт его должен был быть По-любому Потому что это чисто воды Не повиновение Законно требуется Другой полиции 19-й Разберем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok